Просто нужно нацелиться на других, очень важно забыть про себя, вот это самое сложное. Но имейте в виду, что человек помнит о своем характере из-за боли, которая в сердце в его живет. Боли, эта боль культивирует судьба. И от судьбы отки вертеться не так-то прозно. Допустим, у человека какое-то событие произошло плохое в жизни, что дальше происходит? Цепочка такая. Боль, событие приковывает к себе. Прикованность к себе вызывает обострение плохих черт характера у человека. Вот чем больше он себе прикован, тем больше обостряются эти плохие черты характера. И тем меньше у него остается сила себе думать хорошо, и тем больше он видит все плохие черты, и начинается самоедство с этого момента. Плохое событие. Одна женщина ко мне приходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю, супер, поздравляю. Но я, говорит, грешница. Я говорю, как-то так не вяжется. Святой вы грешница. Обычно грешница с грешницей живет. Святой, святой. Она говорит, ну вот поэтому мы и не живем вместе. Так получилось, что он как бы мне говорил, что я грешница. Вот. Говорил сначала. А потом нашел себе святую. И вот со святой они сейчас вместе живут, а я, грешница, одна осталась. Вот. А я говорю, ну как, тот человек, если святой, он же не бросает жену, никогда такого не бывает. Вот что? Она говорит, ну как, он меня не бросил? Я сама виновата, Олег Геннадьевич. Это называется самоедство. Классический пример. Ну и человек, святой, к оберину, бросил жену, пошел в другой, там, мозг ей запарил, что она грешница. Вот. По-русски, если говорить свои слова. Вот. А она, почему так себя, вот вопрос даже не в этом, почему она так себя повела? Потому что, когда человеку больно, боль, вытаскивает наружу все плохое. Вот, когда тебе больно, ты сразу все свои недостатки начинаешь видеть сильно. Психика истощена, а не только видит они и действует, начинают эти недостатки, когда ты истощен, слабым становишься психически. И, естественно, так как человек потерпел поражение в жизни, у него самооценка снизилась очень сильно. И он начинает о себе говорить всякие гипертрофированные вещи. Вот это и есть штопор, воронка такая, которая сама себя съедает. То есть, чем больше крутится, тем больше засасывает. Ну, то есть, понимаете, нужно быть очень осторожным в этом плане. И единственный выход, это просто начинать делать то, вот простые вещи. Вот сейчас послушайте меня. Если вы себя уже почти съели со своим характером, начните с природы. Потому что главная причина того, что с вами происходит, это нехватка сил. То есть, у вас нет сил нормально жить, вам тяжело просто, боль у вас внутри настолько сильная, что вы не можете, у вас не хватает сил. И просто начните гулять на свежем воздухе, еще лучше быстро ходить, еще лучше бегать, плавно, мягко. Ну, то есть, двигаться на природе. Активный образ жизни. Начните с этого. И вы увидите, что через некоторое время вам станет спокойнее. Вот спокойнее стало означать наполненность. Не то, что характер лучше стал. Просто вы наполнились и таким образом стали лучше. Так как ребенок, он орал, кажется, какой у него ужасный характер. Какой ужасный. Молоком накормил, ну, какой хороший характер. Человек просто наполнился, понимаете, у него появились силы. Так как взрослый человек, точно такой же, просто ребенок, он сисию сосет, а взрослый сосет парк. То есть, пошел в парк, прогулялся вместо сисий. Парк. Не кабельное телевидение вместо сисий, а парк, понимаете, надо понять разницу. Кабельное, да, это линия как-то? Кабельное, кабельное. Вот. Ну, то есть, парк, надо в парк идти, надо отрывать себя от телевизора, потому что телевизор, он что делает? Он запудривает мозги. Вот, понимаете? То есть, есть разные способы снимать себе напряжение. Один из способов, это запудривать себе мозги. Вот, допустим, попить кофе, покурить сигарету, выпить спирт нового, посмотреть, мертвый не потеет. Там, еще что-нибудь в этом роде. Кинг-конг какой-нибудь или пинг-понг. Вот. Ну, что-нибудь такое посмотрите. Вот. Это запудрение мозгов. Морду там побили друг другу, там, и уже как-то мне легче стало. Ну, то есть, человек просто переключается, какие-то сильные эмоции там у него произошли в сердце, и он переключился, но он не наполнился. Понимаете? Главная проблема человека – это нехватка энергии природы, людей и Бога. Когда нехватка энергии природы, человек становится раздражительным, уставшим, у него теряется концентрация, работоспособность. То есть, женщины капризными становятся, мужчины становятся напряженными, зажатыми, грубыми. Это нехватка энергии природы. Слышите меня, да? Теперь, когда нехватка энергии людей, что с человеком происходит? Женщины становятся мечтательными, ленивыми, пассивными, депрессивными. Мужчины становятся, когда нехватка энергии людей. Мужчины становятся замкнутыми, отгороженными, вредные привычки у них появляются, зажатыми, грубыми, импульсивными. Это признак того, что женщине надо что больше в обществе с людьми быть, заботиться о женщинах, о детях, о стариках. Мужчине нужно тоже по-мужски делать добрые дела. Есть еще также, имеет значение развлечение. Допустим, женщина развлечением является болтать с женщиной о чем-то хорошем. Или собраться в женском кругу, поговорить, попить пироженки, поесть. Но только в дневное время, понимаете? Не на ночь. Мужчине в волейбольщик поиграть, побороться. Понятно, не с динамитом на речке. Видится, Николь Барганов отдохнули хорошо. Нормальный отдых такой, спортивный, мужской. Это заряжает, дает силы, доброту человеку дает. Вот доброта в характере, это нехватка человеческой энергии. И нехватка человеческой энергии, человеческих отношений настолько сейчас обострилась в обществе, что вот это одиночество, мужское и женское одиночество, это признак нехватки человеческих сил в отношениях с людьми. Но другими словами, если женщина одинока, значит у нее мало сил в общении с людьми. Есть же силы такие, как штангу поднимать, есть силы в общении с людьми. И вот эти силы в общении с людьми, она такая, добрая, лаская, нежная. Я смотрю весь свет, ничего в ней нет, только я гляжу, глаз не отвожу. Понимаете, то есть женщина может даже внешне быть некрасивой, но она может так себя постарить, так вести себя в обществе, что вот лучше всех будет первая девушка на деревне. Почему? Потому что важна именно внутренняя красота человека, а не внешне. Для семейной жизни. Точно так же парень, допустим, почему никто замуж за него не хочет? Потому что он не активен, как мужчина. Зажатый какой-то такой, закомплексованный. Вот, и так далее. Это значит нехватка человеческой энергии. Она делает человека социальным, мужчина часто работы не имеет, женщина одинокая, мужчина одинокий, женщина работы не имеет. Это признак нехватки сил человеческих. Это не то, что у меня плохой характер. Силы, понимаете? Нехватка возможности отношений строить, делать добрые дела. Помог приятелю строиться на работу, отвел жену в театр вечером, в субботу. Ну, то есть, дом накормил бездомных собак, уступил, как бы, в метро, там, просто так. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, активная жизненная позиция внутренняя, это делает человека красивым, привлекательным, и у него появляется работа, семья. Вот именно от этого. Продолжение следует...